Сразу нужно сказать, что без молитвы нет вообще религии, не только христианства. Если человек не умеет, не может и не хочет, и правильно вообще не молится, нет религии. Вы знаете, нет. Почему нет? Нет. Я могу верить, что есть Бог, что есть будущая жизнь, что был Христос, что Он пострадал и воскрес, что есть ангелы, есть демоны. Я во всё это могу верить. Ну и что из этого? Ну, есть. Как одного спросили, он говорит, ну и что? Ну и есть. Он сам по себе, а я сам по себе. Вы знаете, само слово «религия» – это слово же латинское. И это слово в переводе на русский язык означает «связь», «соединение». Так вот, оказывается, когда мы говорим о религии, то мы говорим о чём? О возможности соединения нас, нас как личности, нашего человеческого духа, нашей человеческой души. С кем? С самим Богом. Когда мы идём к кому-либо на приём и встречаемся с Ним, то уже происходит соединение, происходит контакт. Здесь же мы, оказывается, имеем возможность соединения не с кем-нибудь, а с самим Богом. Это, видимо, нечто потрясающее, чему мы, к сожалению, очень часто не придаём никакого значения. О чём хотелось бы больше всего, так сказать, поговорить и о чём сказать. У нашего замечательного наставника молитвы Иисусовой и вообще духовной жизни, святителя Игнатия Валенчанинова, встречаются такие слова, что «без молитвы нет никакой духовной жизни». «Но», и он произносит поразительные слова, «нужна правильная молитва. Без правильной молитвы нет никакой духовной жизни. Без правильной молитвы нет никакого христианства в человеке». Прочитаешь, дружка, какой правильной молитвы? Что это такое правильная молитва? Неужели, может быть, неправильная молитва? Ну как же, мы стоим, крестимся, правда же? Подаём записки, ставим свечи. Кто-то на клирсе поёт «Господи, помилуй». Сколько раз? Ну, сколько положено будет. Хоть сорок раз. Как один у нас семинарист очень здорово прочитал. Он только что поступил в семинарии, и очень здорово прочитал он. Знаете, когда есть такое богослужение, такой момент богослужения – часы. И вот он там прочитал. Интересно, написано там «Господи, помилуй», и там в скобочках написано затем. И он прочитал «Господи, помилуй, сорок раз». И же на всякое время, на всякий час. Все просто, конечно, все пришли в восторг. «Господи, помилуй, сорок раз». Мы его потом спросили, а в сорок первых же нельзя помиловать, да? Он говорит, а сорок было написано сорок раз. Так вот, вы знаете, одно, оказывается, может быть, самый центральный момент, который связан с вопросом молитвы – это вопрос о том, что же такое правильная молитва. Без правильной молитвы, повторяю, жизнь оказывается бесплодной. Никаких даров духовных человек не получит. Никаких прошений, на которые бы ответил Бог, не может быть. Всю жизнь человек, кажется, говорит «Господи, помилуй», читает молитвы, акафисты, совершает богослужения или присутствует на них, да? И потом, друг, а что же такое? Я всю жизнь хожу в церковь, всю жизнь православной, а каким я был, таким остался. Вы слышали, какая трагедия? Попробуйте вот так всю жизнь строить себе дом, и так его и не построить. Кажется, всю жизнь строю. А где же дом? А нет его. Всю жизнь хожу в церковь, являюсь православным крестьянином, исповедуюсь, причащаюсь. И молебные панихиды, и акафисты, и тропари – всё на свете. Самое ужасное. Каким был, таким и остался. Дерево узнаётся по плодам. Если мы видим, что несмотря на то, что мы являемся православными людьми, а остаёмся теми же самыми, то, значит, что-то такое неладно. Значит, оказывается, мы неверно молимся. Потому что Господь не может отказать человеку правильно молящемуся. Ибо он есть любовь, и не может отказать. А если вдруг мы говорим, Господи, помилуй, и чего только не говорим, чего только не читаем, а всё остаётся по-прежнему, следовательно, мы где-то допускаем страшную ошибку. Что такое правильная молитва? Это, видимо, вопрос самый главный и самый важный. Сейчас он приобретает особую значимость ввиду того, что появляются и книги, и брошюры, и статьи, в которых подчас пишется о молитве то, что не соответствует опыту, учению, всей практике и жизни никого-либо, а святых отцов, то есть тех, которые прошли путь молитвы, которые знают, что это такое молитва, и которые могут быть действительно нашими учителями. Вообще я хочу сказать, что чем отличается православие от всех неправославных христианских направлений конфессии? Чем отличается? Это очень важно. Тем, что оно, православие, считает правильным, истинным и спасительным только то, слышите? Только то, что находит у святых отцов, как согласное их учению. Если это у святых отцов мы не находим, если это, оказывается, какая-то такая новинка, о которой мы не слыхивали, то знайте. И мы знаем, здесь что-то не то. Кстати, почему протестантинск возник? Откуда возникли массы сект? Откуда? А вот я думаю вот так. А мне Бог открыл вот эдак. Я получаю письма. Получаю. Вот вы, Алексей Ильич, там пишете, что об истинности православия. А вот наш учитель вот такое-то называет. Всё это обычно – это заграничные. А он говорит, что ему Бог открылся, ему Бог сказал. Очень важный вопрос. Действительно, Бог может же открыться человеку? Ну да, может. А как узнать, Бог мне это открылся или искуситель? Как узнать? Да, кажется, Бог. Сердце у меня возрадовалось. Я пришёл в восторг. Бог это мне открылся или нет? Как узнать? Вот здесь. Это один из важнейших вопросов. Вот здесь на православии и показывает суть твёрдость своей веры, если хотите, истинность. Для нас, ещё раз повторяю, истинным является только то, что мы находим как верное, как правильное, как истинный путь у святых отцов. Почему? Ну, надеюсь, понятно. Надеюсь, понятно. Они прошли этот путь. Они сказали, как они боролись со страстями. Слышите? Боролись со страстями. Как они мечом и луком, как они говорят, приобретали вот эти плоды, о которых они пишут. Они говорят о том и о том, что такое правильная молитва. Оказывается, может быть, и очень даже неправильно. Так вот, когда мы говорим по этому вопросу, вот, я, между прочим, зачитаю, я взял некоторые бумажки, чтобы зачитать, чтобы видели, что это говорит никто не будет. Вот святитель Игнатий Валентинов пишет. В настоящее время, это середина 19 века, ничем не отличается от того, что у нас сейчас. Такой же был хаос, такое же непонимание религии. Народ в обрядах был весь. Знал, когда и что, на какой праздник что сделать. Кому поставить свечку, кому ослужить молебен. Куда сходить и куда поехать? Интеллигенция вся была заражена чем? Атеизмом, нигилизмом, вот этим сплошным недоверием, скепсисом. Вот тот же Игнатий Валентинов, который сейчас я вам зачитаю, он в Петербурге, обучаясь, не знал, к кому обратиться. Хорошо он знал, уже к 15 годам, он знал древнегреческий язык, он знал латинский язык, он мог читать в подлинниках очень многих святых отцов. Как он искал, пока, наконец, он не нашёл, не нашёл разумных людей, достаточно опытных, в Александрневской лавре, которые подсказали ему, что делать, как быть, где истина. И он, кстати, писал. Меня поразило, когда я познакомился, со святыми отцами восточной, то есть в православной церкви, меня что поразило? Удивительное их согласие в вопросах духовной жизни. Святые, которые жили 2-й, 3-й, 5-й, 10-й, 15-й век, поразительно, друг о друге часто ничего не зная, даже не читая друг друга, все те, которые действительно осуществляли Евангелие в своей жизни, показали удивительно единые результаты. И эти результаты, действительно, действительно, они поражают каждого человека, кто знакомится с ними. Так вот, 19-й век. Мы сейчас находимся в том же самом состоянии, если не худшем, наверное, ещё похуже. И вот он что писал. В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а её-то и не знают. Вот скрицательный знак. Вы что, думаете, он писал о людях, а не верующих, что ли? Неходящих в храм, что ли? Ещё подобного. Когда он написал о её-то и не знают, он писал о верующих, православных людях и даже о духовенстве и монашестве в большой степени. О её-то и не знают. Что дальше он пишет? Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния, а ищут наслаждения и восторгов, льстят себе. Как интересно! Молица должна быть орудием покаяния, а ищут что в молитве? Утешений, сладостей, радостей и восторгов. Вы слышите, насколько мы пронизаны вот этим сластолюбием. Ищем, ищем чего? Наслаждений. И даже когда приступаем к такому великому делу, как обращение к Богу, то мы ищем не истины, не Бога, а наслаждений получить бы от Бога. И он пишет, ищут наслаждений и восторгов, льстят себе и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Слушайте, это же поразительное дело! Молитвой убивают свои души. Вы когда-нибудь слыхали такое? Какой молитвой? Какой-то ложной. Убивают свои души. А она... Да, убивают свои души. существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Восклицательный знак. Вот перед чем мы стоим. Это в 19 век. 21 то же самое. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенный, единственный руководитель в наше время ко спасению наставников нет. И он призывает. Поэтому научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, молись постоянно и удобно наследуешь спасение. Вообще, когда вот этот первый раз, если прочитаешь такие вещи, то с полным даже недоумением оказывается, молитва может быть средством исцеления человека, спасения человека, а может оказаться при неверном его понимании орудием гибели. Многие ли слышали об этом? Не знаю. Думаю, что немногие. Молитесь, молитесь. Как молиться? Как молиться? Вычитать Акафис, да? Подать записку? Поставить свечки? Вычитывать правила? Да? Нет, говорит. Не это. Не это. Правильная молитва совсем не это из себя представляет. Совсем не то. Святитель Игнатий указывает на виды молитв. Я хочу сказать о них, какие виды есть молитв. у человека. У человека по мере его, так сказать, ну, вхождения в этот мир молитвы. Первое, наиболее нам удобное. То есть, наиболее, я бы сказал, нам знакомое. Это так называемые, я беру терминологию, отеческие терминологии, гласные, то есть, то есть, голосовая, которая произносится, если хотите сказать, ну, или тихонько, что ли, шёпотом, ну, только для себя, но она произносится, даже, может быть, ещё даже и без, без, без голоса, но всё равно произносится, почти, шёпотом. Это молитва. Это вот первое, которое, если хотите, к ней приучают детей. И действительно, ну, детей ещё пока к чему приводишь? Только к этому. Но, слушайте, то, что умилительно для ребёнка, когда Вижен Картавин и говорит, а так приятно, отни наши, да, изи, да, и прочее. А когда вдруг взрослый человек на этом останавливается, взрослый, он только произносит молитву, а дальше что? Второе, о чём он при этом пишет. Но устное, устное вот это, или гласное, то есть голосом, моление, тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко. Потому, потому, что внимания научаемся преимущественно при упражнении молитвы Иисусовой. На что обращают внимание? Он здесь. Оказывается, это устное, вот это, если хотите, детское, это начальное, это первая стадия, только тогда бывает плодоносно, когда совершается с вниманием. А это бывает очень редко. Я думаю, что мы это очень хорошо понимаем, что, как это бывает, очень редко. А если это так, и человек останется, и взрослый останется на этом вычитывании, в этом произнесении этих молитв, забыв о главном, о внимании, тогда всё теряется. Строю дом и тут же его разбрасываю. И указывает здесь и на то, как можно приобрести внимание. Оказывается, чтобы приобрести действительно внимание, чтобы читать, прочитать молитву Отче наш и не рассеяться, и не рассеяться, представьте себе, целую молитву Отче наш, это же не знаю, как это трудно, чтобы с вниманием для этого, оказывается, он призывает и говорит, но постоянно, как можно чаще, как можно чаще, с вниманием опять повторять самую краткую молитву Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Уж здесь можно произнести не рассеившись. Нетрудно. Нетрудно? Нетрудно. Ну, давай. Ой, целый день проходит некогда. Некогда. Вы слышите? Верующий человек, который верит, что Бог спаситель, что он действительно источник всех благ, если хотите, не только духовных, но и земных. Он, вот он, он. Мне некогда к нему зайти. Мне надо пол подмести здесь. некогда. За целый день человек ни разу даже не произнесёт этой кратчайшей молитвы Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Без, оказывается, понуждения себя, без решения того, что отныне вот я буду как можно чаще, как вспомнил тут же, без постоянного произнесения этой молитвы оказывается невозможно привыкнуть к тому, что называется вниманием в молитве. Эта молитва краткая. Она называется молитвой Иисуса. Она краткая. Здесь я могу, если хотите, упражнять своё внимание даже. И это нужно делать как можно больше. Тогда, тогда и сама молитва, гласная или устная, может стать действительно молитвой. И это первый только этап. Первый этап. С чего она начинается? С чего, если хотите, начинается и фактически духовная жизнь? А дальше есть другие этапы, о которых стоит сказать. Он говорит, второй этап – это молитва, которая произносится уже умом. не шепчу я тихонечко или хотя бы про себя, а умом. Оказывается, опять он говорит, что сначала какую бы молитву ни произносили, даже эту самую краткую, всё равно язык шевелится. Вслухали или про себя, но мы говорим языком. Но при частом, постоянном понуждении себя вот к этой краткой молитве она постепенно и незаметно для человека переходит в то состояние, когда произносится умом, уже без вот движения нашего языка, без произнесения её вслух, становится умной молитвой. Второй этап. И этот второй этап приобретает только тот человек, кто действительно постоянно понуждает себя к краткой молитве, кто действительно упражняется в этом. Есть такой даже термин упражнение даже в молитве Иисусовой. К нему, к этому упражнению постоянно надо прибегать, никогда нельзя забывать об этом. Скажу так, что все те, кто становился на этот путь, очень скоро убеждались, какое благо приобретает человек. На моих глазах произошёл случай, я уже неоднократно это говорил об этом, тоже на лекциях, когда к угумну Никону Воробьёву пришла одна женщина из деревни, это было в 60-х где-то годах, так, пришла и стала жаловаться ему, жаловаться, скучно мне, живу я в деревне, ни с кем ни о чём говорить, ни о чем, да и мало, так вот, немного людей, нет у меня таких знакомых, кто бы чем-то интересовался, тоска буквально съедает, помогите мне, батюшка, я не знаю, что мне делать. И он ей сказал, хорошо, я тебе дам совет, попробуй его исполнить. Совет очень простой. Говорит, ты можешь запомнить вот эту молитву? И произнёс ей, можешь? Она говорит, ну да, это очень легко. Постарайся. И днём, и ночью. Делаешь ли ты что? Или сидишь, или стоишь, или лежишь. Слышите? В любом положении. Старайся как можно чаще только со вниманием. Вот это убийственно, конечно, только со вниманием. Без внимания я могу тараторить, как попугай. Но только со вниманием. Она поблагодарила его и ушла. И вот, вы знаете, вот бывает, Господь, видимо, так даёт, что где-то примерно через год, опять она же приходит, и опять этот же разговор я слушаю. С чем она пришла? Она пришла со слезами благодарности. Она прям падает к нему. Батюшка, вы мне рай открыли. У меня счастье на душе. Мне действительно теперь никого не надо. Я не могу. Я постоянно с Богом. Это такое благо. Ну, в общем, она произнесла очень много вот таких вот слов благодарности. И видно было, что действительно она наполнена этим. Вы спасли буквально мою душу от скуки, от отчаяния буквально. Вот что такое, оказывается, простейшее средство. Слушайте, простейшее средство, что может нам дать? Вы только подумайте. Не требуется ни копать, ни рубить, ни сидеть там где-то такое часами, не работать на каких-то стройках. Простейшее, простейшее средство внутри себя с вниманием, если можно, и надо, конечно, с сочувствием сердца. Итак, вот второе, второе – это молитва, когда становится умной. Так она называется – умная молитва. То есть она произносится в уме уже с сочувствием души, с сочувствием сердца. Тот человек, который не остановится на этом, он может получить нечто, о чём уже, что, пожалуй, трудно очень выразить словами. Дело вот в чём. что если человек действительно вот так труится в молитве, кстати, хочу сразу сказать, это очень важное замечание, которое он делает. Тот, кто думает заниматься молитвой Иисусовой, и вот так делает то, что надо, но не брежёт о заповедях Божиих, тот занимается бесплодным делом. Господи Иисусе Христе помилуй меня, и чужой корчурок вытащил. Оказывается, это должно быть сопряжено, должно быть единое. Человек должен стараться, насколько возможно, жить по заповедям Божьим, стремиться к этому, при этом только условии. Эта молитва может быть действенной. Так вот, следующий этап, следующий этап, который является тем состоянием, состоянием, переживаемым только человеком в личном опыте. Об этом говорят. Человек, который, повторю ещё раз, который действительно с вниманием и постоянно живёт этой молитвой, в какой-то момент он никогда этого не знает. Никто не знает. Но в какой-то момент Бог даёт человеку следующее. Происходит некий акт, который, знаете, люди, ну, далёкие от христианства, могут назвать мистический акт. Оставим их. Происходит поразительный акт. Акт соединения ума с сердцем. Здесь объяснять ничего невозможно. И, не знаю, видимо, надо пригласить человека, у которого это есть, но я сомневаюсь, что и он что-нибудь объяснит. Потому что это необъяснимое явление. Это явление переживаемое. Когда ум, оказывается, нисходит в сердце, соединяется ум с сердцем, и оттуда из сердца уже произносится эта молитва. это уже высокое состояние действительно. Оно с необыкновенной силой очищает человеческий ум и человеческие чувства. Необыкновенное даёт и состояние человеку, и умиление, и мира, и тишины, и радости. Вообще, тот, говорят, кто достиг этого состояния, это просто блаженный действительно человек. Третья ступень. Но, оказывается, возможен даже и больше. Ну, знаете, вот приходится говорить об этих вещах, которые для нас, ну, всё равно, что сказать, кто там из нас сейчас, да, куда-нибудь на Эверест поднимется. Но просто так, хотя бы теоретически, правда? Ну, хотя бы представлять и знать о том, перед чем мы стоим, какие возможности. Оказывается, что такая жизнь в молитве, она достигает такого состояния в человеке, что само тело начинает участвовать в молитве. Скажите, как? Не знаю. Я не знаю. Но только святые отцы прямо говорят, что, оказывается, духовным может стать и само тело, и что само тело может испытывать благодатные состояния. Не те состояния, когда мы соловьи на язычке и говорим «Ох! Ну да!» Не об этом идёт речь. Речь идёт о благодатных состояниях тела. Тело, оказывается, также может участвовать в том благе, которое получает человек, как и душа. И душа, и тело. Человек – это цельное существо, нераздельное существо. И, оказывается, само тело может участвовать в этом. И участвует! И участвует! святый Игнатий называет это состояние уже душевным, которое охватывает всё – и ум, и сердце, и тело. Есть, правда, ещё одно, но не буду говорить, чтобы не вводить это слишком уже высоко, на самый пик Эвереста. очень высокая гора, говорят, что-то 8 километров с лишним, поэтому, может быть, не стоит, а то может голова закружиться. А вот эти, эти, эти ступени, они всё-таки реальны, по крайней мере, первая, первая ступень, реально, первая, я говорю, когда это гласная молитва, но произносимая с вниманием. Какое уже даёт она результат? Вот пример этой женщины-крестьянки, самый простой, малообразованной или вообще необразованной, я не знаю, может быть, три класса кончила. Какая благодарность была у ней! Боже мой! При этом, оказывается, и другого можно сказать, что общее, так сказать, положение, что молитва имеет два периода. Первый период, когда человек трудится и с напряжением. С напряжением, конечно, потому что постоянно рассеиваешься. Но это же факт, который мы, так сказать, и проверять не надо. И так все уже проверили и постоянно проверяем. Постоянно рассеиваемся, не можем прочитать одной молитвы Отче наш. Чтобы не рассеяться. Как приходится Отче наш и Жиеси на Соломоновых островах. Ну что же это такое? Так вот, даже хотя бы этот первый этап, и то он имеет огромное значение. Но о чём, о чём говорят святые отцы? Первый этап – это этап личного, личного труда. Просто личного понуждения себя к вниманию, благоговению, естественно, предстоим перед Богом и покаянию. Вот эти три, эта троица является самой главной характеристикой правильной молитвы. Внимание, покаяние и благоговение. Там, где нет этого, когда, это я наблюдал, да, у протестантов, когда он сидит на месте, то есть, в Тургии по-нашему, так сидит, так нога на ногу, да, сидит, ждёт, сейчас скоро причастие будет. Понятно, какое благовение у человека перед Богом так сесть. Наверное, у Папы Римского и том, наверное, так не сидел бы. Когда нет благоговения, когда нет покаяния, сокрушения о своих грехах, о какой молитве тогда идти речь? О чём же ещё тогда? Так вот, первый этап – это личного понуждения. И вот, если это личное понуждение, оно действительно является твёрдым, именно с решимостью, то, как мы уже с вами говорили, на определённом этапе происходит соединение ума с сердцем. И тогда Господь, Господь даёт молитву, которая называется благодатной молитвой. Ну, я не знаю, говорю об этом, может быть, и нам бы и говорить об этом, не знаю, стоило или нет. Ну, на всякий случай просто. Опасность только состоит в том, что, вы знаете, мы не любим, в общем, первые ступени. Мы хотим сразу подскочить на десятый этаж. А наша мечтательность, наше воображение, чего только нам не нарисует. И я, не умея прочитать отче наш, даже с вниманием, уже начинаю чувствовать, как у меня уже благодать там уже взыграла. И тогда наступает беда для человека. Так вот, оказывается, молитва имеет вот эти два, так сказать, два, если хотите, серьёзных таких момента. При этом отцы подчёркивают, что одна внешняя молитва, вот это первый глаз, недостаточно. Они с большой силой. Бог внимает уму, а не языку. как бы не забыть это. Бог внимает уму и сердце, а не языку. А основной порог одним языком. Я говорю, может быть, тогда лучше, знаете, наговорить молитву на какой-нибудь, ну, на магнитофончик, и запускать его. Утром встал, хлопнул на клавишу, сам пошёл кофе пить, а там молитвка идёт. Он читает. Как хорошо! Правда же! Уму, а не языку, внимает Бог. И это одно из самых серьёзных предупреждений, о котором говорят святые отцы. Серафим Саровский писал, одна внешняя молитва недостаточно. Бог понимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешние молитвы со внутренней, не суть монахи. Слышите даже! Вы что, думаете, только к монахам, что ли, относится? Если монахи не соединяют, они не монахи. А если христиане не соединяют? Они не христиане. Вот что оказывается, говорят святые отцы. Исаак Сирин пишет, «Всякая молитва, при которой не утрудится тело, а сердце не придет сокрушение, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души». Обращаю ваше внимание, очень часто приходится слышать, ой, как у нас трудно в храмах, это и стоять надо, и долгие службы, и когда же она кончится, и что же там отец Мелхиседек затеял ещё такое. Так, а оказывается, а оказывается, православие ещё сохраняет необходимое утруждение тела. Вы слышите? Необходимо. В противном случае, без этого утруждения тела, и без хотя бы хоть некое состояние сокрушения души, бесплодным всё остаётся. А знаете, почему говорю? Сейчас все разъезжают во все концы мира, зайдут католикам, зайдут протестантам, зайдут уже к многим православным, православные храмы за границей. Смотришь, как хорошо, скамеечки, так удобно, впереди все молительники, сиди, я помню, сидишь, сидишь, и так хорошо сидеть, я вам скажу, уже когда надо встать, уже и вставать не хочется. Вряд ли в христический канон, ой, беда какая, прям прилипаешь, удобные сидения, слышать темно. Пока ещё вот русские, ещё такие отсталые люди, ещё они стоят, они ещё стоят. Правда, это совсем не означает, что когда человек плохо себя чувствует, уже возраст, там болезни, пожалуйста, но русский доберёт с собой стульчик, он немножко посидит и вскакивает, а там всё время плюх и не с места, и намертво, как прикованные, да ещё нога на ногу. Совсем хорошо. Вот так оказывается, вы слышите, какой прекрасный элемент сохраняется у нас, у нас ещё сохраняется, утруждение тела, и хоть маленькое ощущение вот этого, если хотите, хотите благоговения, да, и сокрушение сердца. Оказывается, это очень-очень много значит. При каком условии молитва становится всё-таки действенной? Знаете, мы можем вот молиться, и даже с вниманием молиться. Допустим, допустим, это редкое явление, конечно, это почти не для нас, чтобы с вниманием молиться, но это слишком уже, конечно. Но всё-таки, каков критерий, при каком критерии действительно молитва действенно, то есть, ну, выражаясь нашим грубым языком, достигает Бога? Хотя Бог-то где? Царство Божие внутрь вас есть. Какое же царство без царя? При каком условии действительно наша молитва становится действенной? То есть, наша душа открывается для действия Бога. При каком условии? Интересно. Я вам приведу замечательную выдержку. Некоторый инок сказал преподобному Сесою Великому. Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога. Преподобный Сесой отвечал ему – это невелико. Вот это да! Непрестанные молитвы – это невелико. Это разговор не нам. Я уже сказал инок. Инок, который достиг непрестанной молитвы к нему. Он пришел к Великому Сесою. И ему Сесой что ответил? Это невелико. Велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари. Один профессор пришел к преподобному Тимофею Валаамскому. И Семеф Валаамский сказал им об этом. Профессор говорит – ну, вы знаете, вы знаете, а, да, Тимофей Валаамский сказал даже так – не хуже всей твари, а хуже всей твари и хуже самих бесов. Профессор говорит – ну, знаете, ну, хуже всей твари еще, ладно, а уж хуже бесов-то это уже слишком. Вообще возмутился. Ну, как же, профессор богословий, и вдруг он хуже бесов. Разве можете себе представить? Немысливо. На что преподобный Тимофей ему ответил. За нас-то Христос пострадал, и мы знаем, что он сделал. Кровь пролил, а мы чем отвечаем? А за бесов-то он, мы не знаем. С ними уже вопрос решен. О них просто вопрос и не идет. Поэтому, что они остаются, бесами, ну, так уж, так уж случилось. А мы, которые имеем всю возможность выйти из своего бесовского состояния и ничего не делаем, не отвечаем никакой благодарности Христу, разве мы не хуже их? Такой был его ответ. Интересный другой случай. Вот сейчас не так давно канонизировали Серафима Романцова. Это старца Глинской пустыни. Серафим Романцов. К нему пришел тоже один, ну, одно из его духовных чад, да, и сказала примерно то же самое, что у меня непрестанная молитва. На что отец Серафим ответил ему, сейчас слова поразительные, я вам скажу, стоит запомнить. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вы слышали, как мужички часто рабочие привыкают к ругани? Через каждое слово. Непрестанно у них идет молитвка. Оказывается, вы слышите, оказывается, можно привыкнуть. И кажется, к той же молитве Иисусовой, вы слышите, привыкнуть как? Повторять эти слова. А молитвы нет. Слова повторяются, а моления, моления обращения нет. Как он замечательно сказал. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вот это сопоставление. И вы что думаете, когда он употребил слово руганье, что это было просто так для красного совца? Нет. Нет. Я зачитаю сейчас вам. Зачитаю. внимательная устная молитва сама собой переходит в умную и сердечную. Без внимания молитва не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Как можно оскорбить человека? Обругать. И если молитва без внимания оскорбительная для Бога, то что это такое? Ругань. Точно сказал глинский старец. Как другие привыкают к ругани, как православные христиане привыкли к этому, даже и не думая об этом? Нельзя болтать вместо того, чтобы молиться. Часто молитву приезжают именно в болтологию буквально. Отсюда полная пустота, полное бесплодие наше, полное отсутствие того, что связано с религией, тем более с христианской верой. Отсюда нет никакого контакта с Богом. Потому что молитвы нет, а есть одно пустословие оскорбительное для Бога. Вот трудно даже найти слова, которыми можно выразить, что без внимания, без искреннего обращения к Богу, без покаяния никакой религии нет. Нет никакого христианства. Как бы это понять? И никакие нам чудотворные иконы, никакие мощи, никакие святые места не помогут человеку очистить душу, если он не молится с вниманием и с покаянием. Неужели это трудно понять? Нет, оказывается, трудно. Я за сто верст поеду, за тысячу верст, да, куда-нибудь какой-нибудь святыни, и опять было с тем же самым. Опять. Главное что? Что нужно сделать? Прочитать такой Акафис. Прочитать такой Акафис. А молиться надо или нет? Стоять перед такой-то иконой? Да. А если перед другой? Не поможет. А пьянство? Куда надо ехать? Кому читать Акафис? Знаете? Знаете? Неупиваемые чаши. А если перед Казанской не поможет. Вы слышите? Какие мы умные-то! Какая вера-то наша! Оказывается, уже не Божия Матерь помогает-то даже! Это до такого примитивизма дойти! Во что мы скатываемся уже? Уже саму Богоматерь разделяем, я не знаю, на тысячи частей. Надо же всё-таки понимать, что такое молитва. А икона – это некий образ, напоминающий нам о том, к кому мы обращаемся. Нет! Оказывается, не тот ошиблый образом – всё насморкло, ничего не поможет. Вот, оказывается, какие серьёзные вещи, перед которыми мы стоим. Как и о чём надо молиться? У всех у нас полно скорбей. Они непрерывно бывают и случаются. Скорби разные. И болезни, и неприятности. И семейные, и общественные, и деловые, и какие угодно. И вот здесь мы все заинтересованы в молитве. Все заинтересованы. И что мы делаем? И опять повторяется то же самое. Опять то же самое. Забываем такие серьёзные вещи. При каком условии Бог может услышать мою молитву? Ну, знаем же, при каком. Только когда с вниманием, благовением, покаянием обращаемся к Нему. При каком условии Бог может помочь нам? Только при том, когда наша душа хоть немножко изменится. Ну, что если пьяница, алкоголик, будет умолять, умолять, Господи, дай мне устроиться на винный склад. Ну, скажите. И вдруг эта молитва никак у него не удаётся. Не устраивает Бог на винный склад его. Как бы он зажил. Ну, вы слышите? Это очень хороший пример того, как часто мы молимся, не зная, что нам полезно, а что вредно. Кто из нас знает, что нам полезно? Кто интересный? Пусть скажет хотя бы один человек знал вот точно и сказал мне очень полезно, чтобы я был миллиардером. Редко кто скажет мне очень полезно, чтобы я был нищим. Ну, это редко, наверное, кто. Такой никто не скажет. Мы ничего не знаем. Мы свою душу не видим. Поэтому какая молитва правильная при всех наших скорбях и неприятностях? Господи, ты видишь. Я же знаю, что ты любовь. Я знаю, что ты премудрость. Я знаю, что ты готов мне дать всё, что только можно дать. Ты видишь мою скорбь? Господи, да будет воля твоя, а не моя. Твоя воля, Господи, да будет. Да, у меня вот тут болезнь, да, может быть, смертельная болезнь. Ты видишь моё состояние? Моя или моих родных? Ты видишь, но твоя, да будет воля, Господи, а не моя. Нет, мы делаем всё, что угодно, Господи, что вот, вот только от этого, вот избави от этого, это сделай, это спаси, и тем, к чему только не прикладываться, и к поясу, и к дарам волхвов, и что угодно. Забываем об одной только стороне, что Божие благодеяние может нам быть в полном соответствии с состоянием нашей души. При одном состоянии мы можем получить безболезненно и, может быть, во благо то, что мы хотим. При другом состоянии невозможно. Как пьяница у тебя устраивает новинный склад, так и нас тоже самое. Поэтому, как важно молиться именно «Да будет воля Твоя, Господи!» Вот Ты знаешь всё! Я верю Тебе! А вы знаете, как святые предупреждают насчёт этих прошений всех. Не будь безрассуден в прошениях Твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает Бога. Ой, как трудно это, наверное, принять, когда мне хочется чего-нибудь уничижает Бога. У Исаака Сирина есть такой пример. Он говорит, что сделает царь с человеком, который, наконец, добился того, что пришёл к нему, к царю с просьбой, и попросил у него гноя. Не предаст ли он его казни за это оскорбление? Надо же понимать, что всё то, о чём земное, это в конечном чёте, что это такое? Мы знаем. Всё сгнивает, всё гной. Поэтому просить вот настойчиво, просить об этом, Исаак Сирин говорит, вот, что из этого может быть. Лучше даже, лучше даже, хотя это для нас неуполнимо, ничего не просить. Есть такое одно слово всеобъемлющее, которое охватывает все стороны нашей жизни и которое вмещает в себя всю совокупность наших, если хотите, просьб. Господи, помилуй! В помилуй всё входит. Все наши прошения, все наши желания. И в то же время, в то же время, здесь акт смирения. Тот, кто без смирения, а настойчиво требует от Бога исполнения его желаний, тот наказывает сам себя. Вспомните знаменитый сон матери декабриста Рылеева. Заболел её мальчик, сыночек, ещё маленький Рылеев. Смертельные болезни. Врачи уже сказали. Вот ещё несколько часов она пришла, что называется, в экстатическое состояние просто. Упала Бога, просит, спаси, не могу вынести этого. и засыпает. Заснула, видит ангела, который берёт за руку её сына и говорит ей, ну, теперь смотри. И ведёт его, и нас смотрит, как сын из ребёночка превращается в школьника, из школьника, там военное училище, офицером, потом какие-то кампании, какие-то разговоры, потом на Сенатскую площадь, во всём вооружении выше всё и, наконец, виселицу. И ангел спрашивает её, ну, как? Ты хочешь, чтобы твой сын остался жив? Да! И всё так произошло. Она рассказала об этом сне, когда уже трагедия произошла. Она не могла рассказать об этом. Ну, что? Она всё надеялась, что вдруг ух, это что-нибудь такое, рассказала об этом сне. О чём идёт речь? Как нужно быть осторожными с нашими прошениями? С каким смирением мы должны обращаться к Богу в наших прошениях? Бог же хочет всё нам дать. Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Он не против, чтобы дать нам не только небесные, все земные блага дать каждому из нас. Всем! Всё! Нельзя! Нельзя! Дай мне чем-нибудь повыше, и я от гордыни с ума сойду. Как пьянице нельзя дать винный склад, так и мы то же самое. Один отчитал так одну женщину на отчитке, а потом за голову схватился и сказал, что во веки веков я больше не буду этим никогда заниматься. Что с ней произошло, когда она стала здорова? Не буду говорить. Надеюсь, все и так смогут домыслить это. Продолжение следует...